Валерий Седов Валерий Седов Валерий Седов Во вторник на прошлой неделе мы провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где выслушали эксперта о том, что проживание в данном доме признано небезопасным. Оперативно было организовано переселение жителей. К настоящему времени остается опасность обрушения межкомнатных перегородок. Дом отключен от всех коммуникаций. Поэтому городские власти приняли единственно правильное решение в такой ситуации. После официального признания дома аварийным давайте готовить документы на снос. Мы с вами значительное количество людей переселили в маневренный фонд. Необходимое количество мебели, оборудования, все, что нужно для жизни людей, прошу закупить. Администрация города с первых часов взаимодействовала с жильцами по вопросу переселения. В качестве варианта предложила гостиницу маневренного фонда, а маломобильным гражданам центры соцобслуживания. По решению КЧС на основе оценки экспертной организации дальнейшее проживание в доме официально признано небезопасным. Благодаря своевременным мерам по расселению пострадавших при обрушении стены нет. Рязанская область заняла 27 место среди регионов России по качеству жизни. Такое исследование опубликовало агентство РИА Новости. Рейтинг был составлен на основе 76 показателей. При этом, так сказать, призовые места рейтинга не меняются уже много лет. Это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Здесь людям комфортнее всего. Рязань же на 27 месте между Севастополем и Чувашской республикой. Напомним, годом ранее Рязань занимала 21 место. Падение есть, но мы все еще в топ-30. Счета жителей Рязанской области в банках за прошлый год выросли почти на четверть триллиона рублей. И теперь общая сумма накоплений составляет 208 миллиардов. Это данные Банк России. Причем после оттока зимой прошлого года, что было предсказуемо, все-таки систему лихорадила, люди вернули средства в российские банки. В чем причина, разъясняют специалисты Банка России. Западные аналитики в это поверить не могут до сих пор, но цифры вещь упрямая. А по ним доверие российских граждан к нашей банковской системе при всех событиях прошлого года только выросло. В 2022-м динамика остатков на счетах физлиц была разновекторной. Если в январе, феврале и сентябре наблюдался их отток, то в остальные периоды только рост. А в декабре прошлого года средства населения выросли рекордно. В феврале, марте и в сентябре вклады снижались, а в остальные месяцы динамика была положительной. И особенно высоко можно отметить декабрь, когда вклады выросли на 8,1%. Это чаще всего прирост был вызван наиболее привлекательными ставками по вкладам в кредитных организациях. Почему в декабре? В декабре, как правило, банки предлагают маркетинговые различные ходы. Банк России повысил ключевую ставку до 20%. И вслед за этой ключевой ставкой кредитные организации стали повышать ставки по вкладам. Главный вопрос сейчас сохранение средств от влияния инфляции. Дальнейшую динамику, по словам Елены Морозовой, нужно оценивать не по прошлому показателю, а по предстоящему. Деньги мы размещаем сегодня, но они у нас будут лежать определенный срок. И если мы с вами посмотрим о планах по инфляции на текущий год, по прогнозу Банка России, они составят от 5 до 7%. А нынешние ставки по вкладам, они в диапазоне от 7 до 8%. Поэтому сохранить деньги во вкладах абсолютно точно возможно, то есть сберечь их от инфляции. О том, что дома, в смысле в стране, хранить надежнее, цифры тоже говорят многое. В рублях вклады рязанцев составляют больше 96%. И показатель этот будет только прибавлять. Следователи рязанского МСО закончили расследование убийства в районном центре. Во время летних посиделок двое сожителей вдрызг разругались за праздничным столом. Дело дошло до поножовщины. Чем все закончилось, расскажем прямо сейчас. Это сейчас здесь тишина и покой. А буквально два месяца назад за этим самым столом компания дачников отмечала праздник с большим размахом. Женщина эта навстречу пришла вместе с сожителем. С ним, говорит, и хотела уйти домой. Только вот у него планы, видимо, были совсем другие. Свою сожительницу мужчина стал прогонять. Сначала прикрикнул, после толкнул. Женщина рассказала, что часть пути до калитки он и вовсе волочил ее по земле. Здесь у двери сарая снова толкнул. Да так, что она ударилась головой о металлический борт. Тогда-то, говорит, и захотела ему ответить. Забежала внутрь, где лежала немытая посуда. И схватила первое, что попало под руку. Я просто повернулась. А, и вот он так напарался? Ну, я не знаю, наверное, я даже не успела. Я думаю, пока он забежит, я его хоть напугаю, что вот у меня ножик, не подходи ко мне. Припугнула женщина так, что попала прямо в аорту. Да и когда упал, все думала, что притворяется. Но когда поняла, что тот отключился, стала помогать. Делала искусственное дыхание, давила коленом на грудь. В общем, пыталась привести в чувство. На шум сбежалась вся праздная компания. Помогать бросился только один человек. Остальные же просто наблюдали. Она сначала убежала, посидела там пару минут в кустах и ушла домой. Вот, в итоге она пришла домой к брату, рассказала ситуацию сложившуюся. И приехали уже сотрудники полиции, ее задержали на месте. Сейчас женщину обвиняют в убийстве. Санкции этой статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. А там, как решит суд? Куда уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направили? Для рассмотрения по существу. Богатый Рязань на древние храмы. Но у того, что наконец восстановили Богоявлянского, в Борках своя особая, в чем-то даже трагическая история. За 600 лет его разрушали до основания и снова возводили буквально по крупицам. Каким он стал сегодня? Расскажем далее. В этот февральский день в истории Богоявлянского храма, что в поселке Борке, появилась еще одна памятная дата. Летопись места могла бы стать отдельной книгой, полной своих перипетий. Здесь прошло освящение предела в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Впервые Богоявленский монастырь упоминается еще в далеком 1403 году в судной грамоте. По сути, это был нормативно-правовой акт своего времени. Точного описания монастыря не осталось. Просто было указано, кому он принадлежал. В следующий раз монастырь упоминается больше, чем через 100 лет, в 1551. Его уже называют Царевым и великого князя Иоанна Васильевича Грозного. Через 60 лет следующее. Тогда храм разгромили казаки. Просуществовал он до 1720-х, когда его полностью упразднили. Осталась только приходская церковь, которую построили за 50 лет до этого, при содействии Натальи Нарышкиной, матери Петра I. Но и она простояла до 30-х годов 20-го века, пока варварски не была разрушена. Надежды восстановить ее у горожан не было. Даже когда церковь освещали в 2003 году, восстановить храм уже и не надеялись. Кроме степени разрушений, кроме степени, так скажем, сложности именно работы строительной, тут архитектуры и прочее, сложности еще, храму нету, не то что подъезда, нету ни водопровода, электричество подведено, остальное все на пупке. И вот эти вот они все, сложности, они складываются в такую вот очень интересную картину, поэтому перспективы восстановления руин, он по документам, кстати, руинированный, до сих пор у нас не было. Возрождали храм буквально по крупицам, силами настоятеля. Внесли свою лепту и прихожане. Как раз их подвиг упомянул митрополит Марк в день освящения предела. Он сравнил его с поступком евангельской вдовицы, которая положила в сокровищницу две последние лепты. И вдруг одна женщина привлекла внимание Спасителя. Это была бедная вдовица, которая положила всего лишь две лепты, две мелких монеты. Но именно о ней Господь сказал, что она положила больше всех тех, кто жертвовал на нужды храма. Потому что, говорит Господь, она положила, если следовать буквально евангельскому тексту, всю жизнь свою. Протеерей Сергий Лазарев, как и это вдовица, положил всю жизнь свою в эту сокровищницу. Он настоятель храма с 2005 года. Мужчина же всегда скромно кивает в сторону своих помощников, без которых ничего этого не получилось бы. Не восстановили бы храм, не был бы освящен предел. Священнослужители и прихожане вписали новую, важную дату в историю храма. Дату, которая говорит не столько о возрождении, сколько о продолжении жизни в этих стенах. День зимних видов спорта Рязань встретила масс-стартом. На Ложню России 2023 вышли почти две тысячи спортсменов. Ложня России – настоящий праздник спорта, в котором из года в год участвуют и старый, млад, профи и просто любители. Участникам озвучили телеграмму от Владимира Путина, цитата. Отрадно, что эта замечательная инициатива, родившаяся более 40 лет назад, воплотилась в масштабный общенациональный проект. Именно такие, отлично организованные, доступные всем мероприятия, объединяющие огромное количество участников, востребованы во все времена. Они закаляют характер, способствуют продвижению ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничной личности. И, конечно, Ложня России – прекрасная возможность оценить свои силы, посоревноваться с начинающими спортсменами и опытными профессионалами, почувствовать себя частью большой сплоченной команды. Конец цитаты. Помимо главного старта, в биатлонном комплексе «Алмаз» и «Стафету Лыжни России» подхватили еще 26 муниципалитетов. Общая численность участников в области достигла 4,5 тысяч человек. В Рязани гонка проводилась на дистанциях 10 километров для мужчин и женщин старше 18 лет. В них победу одержали Алина Копцова и Илья Шмаков. В лыжном забеге на 5 километров для юношей и девушек 2005 года рождения и моложе лучшими стали Кира Островская и Борис Суровин. Метеоролог Евгений Тишковец прогнозировал погоду на весенние месяцы. Так вот, ранней весны в этом году ждать не стоит. В Центральной России метеорологическая весна наступит в последние дни марта. Тогда же ожидаются волны холода со снежными зарядами. А тепло придет только к концу первой декады апреля. Тем не менее, по словам Евгения Тишковца, первый весенний месяц окажется теплее обычного примерно на 3-4 градуса. В апреле же превышение температурной нормы составит 2 градуса. Синоптик предупредил, что предварительные прогнозы на сезон, как правило, оправдываются на 60-70%. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова